друзья всем привет в продолжение к предшествующему видео я хочу немножечко раскрыть такую тему как подача на рабочую визу или в том числе на студенческую да эти визы обе они являются национальными визы типа d если мы говорим про страны шенгенского соглашения в другие страны конечно же могут визы называться немного по-другому и отличаться каждая страна выдвигает свои требования к оформлению рабочей визы поэтому как только вы задались вопросом переезда в другую страну с целью трудоустройства прежде всего вам нужно уточнить список необходимых документов это будет вашим самым первым этапом уточнить вы можете на официальном сайте посольства или консульства на представительство конкретной страны куда вы едете непосредственно в вашем регионе в вашей стране помимо того что вы прочитаете информацию на сайте вам также нужно будет совершить телефонный звонок в посольство для того чтобы уточнить нет ли каких-то изменений или ограничений если говорить о стандартном пакете документов то это конечно разрешительный документ на работу рабочий контракт от работодателя это может быть полноценный контракт или предконтракт меня также это может быть все в дополнение с сопроводительными письмами также в обязательном порядке требуется страховой медицинский полис в некоторых случаях также требует выписку с банковского счета и с денежными средствами и их передвижение это необходимые стандартные документы также с вас могут потребовать документы подтверждающие ваши квалификации в некоторых случаях эти документы должны быть переведены на язык страны а иногда даже апостелированы что касается языковых сертификатов это тоже не исключение в некоторых случаях они могут в том числе потребуется очень важное внимание стоит уделить тому факту это сроком когда вы получаете весь список необходимых документов вы должны для себя взять а составить на листочке какое примерно время займет подготовка того или иного документа потому что например подготовка документов о нострификации ваших дипломов может занять ориентировочно 3-5 месяцев в зависимости от страны куда вы поедете также если требование посольства является языковой сертификат признанный да каким-либо институтом находящимся до или специальной организации в вашей стране то вам потребуется время чтобы записаться на языковой тест и сдать его и получить этот сертификат соответственно после анализа списка документов вы должны позаботиться о сроках потому что одну из распространенных ошибок случается так что при сборе документов непосредственно кандидат неправильно рассчитывает сроки и в тот момент когда один документ и уже готов второй документ еще в процессе у первого документа сроки могут истечь да и такое тоже бывает поэтому вы самостоятельно занимаетесь до тем чтобы разобраться непосредственно во всех сроках и ко дню подачи у вас были все свежие актуальные документы либо вы можете переложить эту ответственность на компании которая специально специализируется бизнес сопровождением и координирует все эти действия также хочу заметить что в самом начале я говорила о студенческой визе список документов будет идентичен потребуется приглашающие документы от учебного заведения в рамках пандемии необходимо уточнять в посольстве консульстве можно ли оформить студенческую визу конкретно в это учебное заведение потому что сейчас есть очень много ограничений куда-то можно куда-то нельзя еще заочное или очное отделение это тоже играет важную роль также в обязательном порядке вам потребуется предоставить справку о наличии денежных средств на обучение и конечно же проживание в стране если вашими спонсорами выступают родители то здесь будет достаточно спонсорских писем ну и конечно же анкеты до которые необходимо будет заполнить и скачать на сайте посольство оплата государственных пошлин фотографий ксерокопии на документов в том числе очень надеюсь что это видео было для вас полезным также призываю вас задавать ваши вопросы и мы будем еще общаться с вами следующих видео всем пока